Всем привет! В эфире информационная программа «Ваши шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». С вами Александр Дниленко. Экологический фестиваль «Споровские сенокосы» пройдет 12 августа Брестская область «Заказник Споровский», Березовский район, деревня Пересудовичи. Фестиваль мифологии «Шляхт смока» состоится 23 августа Витебская область, Лепельский район, деревня Домжерицы. Любимая и долгожданная, полная сюрпризов музыкальное путешествие во времени – дискотека СССР этим летом вновь в Минске. Свои лучшие хиты 80-х и 90-х суют самые яркие российские и зарубежные звезды. В программе Александр Айвазов, группа «Комиссар», группа «Отпетые мошенники», Алексей Потехин и группа «Поднимаем руки вверх», Стас Костюшкин, Игорь Корнелюк, Маро, Лен Ро, Сергей Дубровин, Диджей Слон, Кевин Маккой, Бэтбойс Блю. 19 августа в 18.00 Минск-Арена, ограничение 16+. Группа «Князь» уже более 10 лет радует ценителей панк-рок-музыки новыми альбомами и незаурядными творческими решениями. Группа, образованная бывшим участником коллектива «Король и шут» Андреем Князевым, взяла на вооружение музыкальный стиль королей, улучшив тяжелое звучание готической лирикой. «Князь» является собой творческий организм, направленный на создание оригинального музыкального продукта и качественных живых выступлений. Андрей Князев поступит со своими лучшими песнями на юбилейном концерте в Минске 27 августа во Дворце спорта в 19.00. 20 октября в Минской арене состоится большой концерт группы «Руки вверх». Кто же не знает Сергея Жукова и группу «Руки вверх»? Артист, на концерты которого ходят сразу несколько поколений зрителей. Группа, чья музыка вызывает шквал эмоций и воспоминаний. У кого-то это память о первой любви, а кто-то ностальгирует о своей беззаботной юности. Только хиты, любимые песни, обновленная танцевальная шоу-программа, тонны звука и света уже готовы к тому, чтобы зажечь огонек в ваших сердцах. 20 октября в Минской арене. Концерт «Диверт» – это музыкально-танцевальная станция, своего рода терапия, которая даст возможность насладиться атмосферой созданного нами мира музыки, танца, света, спецэффектов и самое главное невероятного отображения внутреннего мира артиста. Это симбиоз разных современных андеграундных танцевальных стилей, иритированных танцовщиков. Не пропустите концерт самой яркой звезды поп-музыки, которая выступит с песнями «Не болей», «Зеленые волны», «Три дня любви», «Шарик», «Кредо» и другими хитами. 28 октября в Минске, Дворец спорта, 20.00. Вы готовы, вы готовы? С вами была Александра Даниленко с информацией о предстоящих концертах и фестивалях. С вами Александра Даниленко и прогноз погоды по Беларуси с 24 по 30 июля. Сноптики не дают официальных прогнозов более чем на неделю. В основном ожидается жаркая и дождливая неделя. Средняя температура в течение недели днем будет около 25. Ночь уже средняя температура, согласно прогнозам специалистов, будет на уровне 16. При этом максимальная температура в этом месте 29 градусов, а минимальная 14. В Минске днем в среднем до 24, ночью до 15, в течение недели облачно дожди. В Гобеле днем в среднем до 25, ночью до 17, в течение недели переменная облачность, возможны дожди. В Гродно днем в среднем до 24 градусов, ночью до 16, в течение недели облачно небольшой дождь. В Могилеве в течение недели днем в среднем до 24, ночью до 14, в течение недели облачно дожди. В Витебске в течение недели днем в среднем до 25 градусов, ночью до плюс 15. Малооблачно возможен небольшой дождь. В Бресте в течение недели днем в среднем до 26, ночью до 17. В течение недели малооблачно возможен небольшой дождь. Партнер выпуска прогноза погоды – золотокси Сябр. Ну а с вами была Александра Даниленко. Хорошей погоды вам и удачной недели. Привет всем! С вами Алекс Анохин. Слушайте и смотрите мой новый клип «Каниколонны» на всех цифровых площадках. Ее «Каниколонны» на моих плечах, целуемся без остановки у всех на глазах. Ее «Каниколонны» радуга цветов, мы ловим, ловим, ловим взаимную любовь. В моей футболке косы на бекрень, и я не могу отвести взгляд, да. Мы с ней подолгу гуляем везде, завидуют мне другие ребята. Я задаю цветами яркая, будто пламя девочка из моих снов. Я не хочу поранить, сильно прижму руками, по глазам прочту все без слов. Но всегда хочу запомнить дни, эти наши дни с тобой. Я прошу меня, ты подожди и не уходи, постой. Вокруг нас с тобой один обман, и ты знаешь сам, что нет. Что у нас нет, что уже нет вместе больше нас, воспоминания теперь. Вот теперь. Нам нужно раз и навсегда оставить все, что было до. Но помни ты мои слова, но кто обнимет тебя, кто? Нам нужно раз и навсегда оставить все, что было до. Но помни ты мои слова, но кто обнимет тебя, кто? Всем привет, с вами группа Инфинити. Смотрите мой клип «Приятного аппетита» на всех цифровых площадках. Теплый вечер, запах карель, а я горю в твоем пожаре. Ты еще тут, а я скучаю, не сплю ночами. В синем костюме, гладко выбритый на пряном парфюме. Но черные глаза обманули, рассвет встречал с другой, закат уже со мной. Распаяла вся пачка в нашем романе, а ты уже с другой подругой в ресторане. Да я твоя лапша, уже погода сытая, желаю вам приятного аппетита. Займелись все цветочки, что ты дарил мне, ты был таким галантным, а я наивный. Твой фирменный десерт, сердце разбитое, желаю вам приятного аппетита. Некий самолет, так летает низко, я хочу к тебе пообьянной переписке. Между нами сотни километров, и не остановят меня эти города. Некий самолет, так летает низко, я хочу к тебе пообьянной переписке. Между нами сотни километров, и не остановят меня эти города. Друзья, 19 августа в Белоруссии, в Минск-арене. Меня никто не знает, меня никто не видел, но вы наверняка знаете мои песни. Я диджи слон, проект диджи слон и Катя, песни я не дам, я не дам, я не дам все вместе. И не правильно, а ты меня любишь все вместе. Джимми, Джимми, все вместе. Вот только три песни, ребята, а их будет целых шесть. И с вами будет диджи слон и Катя. 19 августа, Минск-арена. Огромный стадион, море позитива и просто офигенное настроение. Берите с собой, приходите, мы поколбасимся так, что в СССР там нам еще по-моему. С вами Александра Баранова и гороскоп на неделю с 24 по 30 июля. ОВИН. Эта неделя благоприятна для возобновления связей и налаживания контактов. Но не ждите, что важный звонок или приглашение на встречу свалится вам на голову. Подумайте, как вы можете натянуть ниточки. Это может быть звонок близкому человеку, которого вы давно не слышали. Приглашение собраться на выходных для друзей или ободряющая улыбка для нового коллеги. Настройтесь на то, что доверие людей можно завоевать постепенно. Зато ростки, посеянные на этой неделе, обещают вам дать щедрые плоды в будущем. Телец. Конек тельцов на этой неделе интуиция. Прислушивайтесь к своим ощущениям почаще. Сверяйтесь со своими желаниями во время принятия решений, общения с людьми. И вам может открыться то, что скрывалось раньше от разума. У близнецов самое время заняться здоровьем. Нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию. Дайте себе больше времени для отдыха. Позвольте никуда не спешить. Полноценный сон, обильное питье с имбирем, травами, медом и цитрусовыми помогут улучшить самочувствие. В зоне риска на этой неделе легкие и горло. Звезды подсказывают, что на этой неделе у раков высок риск необдуманных и незапланированных крупных покупок. Чтобы деньги не утекали, в начале недели составьте подробный финансовый план на месяц. В первую очередь отложив средства на важные и серьезные траты. Но не забудьте радовать себя приятными мелочами. Беспокойство львам на этой неделе могут доставить дети. Но во время проблемных ситуаций попытайтесь взять себя в руки и отделить действительно тревожные факты от своих надуманных страхов и тревог. Дева. Эта неделя будет способствовать тому, чтобы возобновить полезные привычки, которые девы когда-то забросили. Вновь наладить правильное питание, записаться в бассейн, достать кроссовки и пойти в тренажерный зал. Взяться за иностранный язык или ложиться спать до 11. Подумайте, что вам мешало раньше. Может, нужно было просто поменять место или время тренировок. Ну, или просто нужна еще одна попытка. Ведь старый уклад жизни часто не поменяешь с первого раза. Звезды обещают весам зеркальную неделю. Присмотритесь к окружающим. Некоторые из них будут вашими зеркалами. Кажется, что кто-то недружелюбен. Подумайте, не общаетесь ли вы сами, того не замечая, ожидая подвоха. Наблюдение за собой могут принести неожиданные открытия, которые пойдут только на пользу. Скорпион. Неделя у Скорпионов будет благоприятной для близких и дальних поездок. Даже если вас будут огорчать мелкие неудобства и неприятности, в дальнейшей перспективе, оглядываясь назад, вы поймете, что все сложилось как нельзя лучше. Трелец. Звезды обещают стрельцам плодотворную рабочую неделю. Получится завершить задачи, которые не давали вам покоя. Более эффектно наладить рабочий процесс. Но помните, что приступы энтузиазма и инсайтов должны чередоваться с отдыхом, чтобы не схлопотать выгорание. Козерогам на этой неделе хорошо уделить внимание личным отношениям. Порадуйте свою вторую половинку неожиданным сюрпризом. Пригласите в кино или ресторан. Постарайтесь выкроить вечер только для вас. А для одиноких представителей этого знака есть хорошие новости. Присмотритесь к окружению, возможно, ваша судьба уже рядом. Водолеев на этой неделе поглотит водоворот бытовых забот. Без этого никак, но постарайтесь держаться на плаву. Или хотя бы иногда всплывать, чтобы глотнуть воздуха. Эта неделя для рыб может таить много возможностей. Хорошее время для закладки фундамента на перспективу. Можно провести аудит своей жизни, намейте цели на будущее. И если вы будете честными в том, что вам действительно хочется и что вы можете, то запланированное начнет сбываться и приносить вам радость. Ну, а если вы запутались в целях и желаниях, просто возьмите передышку и постарайтесь расслабиться хотя бы на время. А не загонять себя в строгие рамки. С вами была Александра Баранова и Гороскоп на неделю. Всем привет, я Сандра Топ. Смотрите мой клип «Ромашки» на всех цифровых площадках. Возле дома твоего я опять селью слезы. Может быть, все пройдет, может быть, не всерьез ты. И только в телефоне загорается свет, но мы с тобой словно с разных планет. Знаешь, я пришла тебе сказать пока привет. Мне больше не нужны твои ромашки. Подари свои новые пташки. Пусть катает, любит или не любит, а ты ей расскажешь сказки. Мне больше не нужны твои ромашки. Буду я дам такая пташки. Будут мне писать эти колесашки. Самцерки свои замашки. Друзья, всем привет! Я Влад Зотов. Смотрите и слушайте мой клип на песню «Рассвет» на всех цифровых площадках. Есть! На рассвет! О, знак на часах гасит наш огонь. Время на глаза манит за собой. Сколько нарастил, чтобы мир забыл. Время потерять, не буду всё отдать. Всем привет! С вами Влад Келли. Слушайте и смотрите мой клип «Давай забудем» на всех цифровых площадках. Я нарушаю наш последний закон, Но обещаю, что забуду потом. Была ты близко, была ты рядом. Все мои мысли ты отражала взглядом. Я обниму последний раз. Я сохраню этот момент для нас. Была ты близко, была ты рядом. Все мои мысли ты отражала взглядом. Давай забудем всё, что было между нами. Мы потеряли сон и в голове цунами. И не дотянемся до луны. Мы так хотели, но не смогли. Я оставлю себе на память Наши сторис из инстаграм. Не ревнуй, пускай другая. Успокой её сам. Не подойду к тебе, я буду в стороне. И гордо взгляд бросать, и сохнуть по тебе. Я как с луной свалилась, я по уши влюбилась. А ты просил меня Не плачь, девчонка. Всем привет! Я Влад Зотов. Смотрите и слушайте мой клип на песню «Всё ещё люблю» на всех цифровых площадках. Мы плакали, плакали, плакали вместе Искали любовь, любовь до рассвета И капали, капали слёзы А мы плакали, плакали, плакали вместе Искали любовь, любовь до рассвета Капали, капали слёзы А мы плакали, плакали, плакали Вместе искали любовь, любовь до рассвета И капали, капали слёзы Где сердце моё, где воли не идёт И где бы ни было моё, моё любовь и раздум Где медленно габанят ветряные души Где волшебство моё, тебя чудит, и на том с тобой 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 Я твой каубой, горячий молодой Пау-пау-пау-пау-пау Ты говоришь о бой Ответ простой Хочу быть лишь с тобой Подарим мне любовь С вами Александра Даниленко и дайджест новостей кино Всё самое интересное, что произошло в мире кино Стал известен состав жюри 80-го венецианского кинофестиваля Председателем выступит Дэмиен Шазел, режиссёр Вавилона и одержимости Выбираясь победители также будут Джейн Кемпион, Мартин Макдона, Лора Пойтрес и Мия Хансен Лев Фильмом открытия станет картина «Претенденты» Луки Гоанда Нино, её покажут 30 августа Премьера фильма Netflix «Убийца», снятого Дэвидом Финчером с Майклом Фесбендером в главной роли состоит в новинизационном кинофестивале Возможно, картина даже поучаствует в конкурсе Хавьера Бардема засекли на съёмочной площадке фильма «Арих» о Формуле-1 с Брэдом Питтом «Арих» снимали в том числе и на гоночной трассе «Сильверстоун» перед стартом Гран-при Великобритании по Формуле-1 Журналистам удалось заснять Брэда Питта и Хавьера Бардема, которые играют в картине Последний исполняет роль владельца отстающей команды с весьма перспективным новичком Брэд Питт же играет спортсмена, который участвовал в гонках в 90-х Но после страшной аварии перешёл работать в другие дисциплины Картину сначала покажут в кинотеатрах, а затем выпустят на Apple TV+. Правда, дата премьеры пока неизвестна Одно, можем сказать точно, Брэду очень идёт экипировка пилота Формулы-1 Звёздный лорд в исполнении Криса Пратта может получить сольник Режиссёр Джеймс Ганн намекнул, что на этот раз Питер Квилл окажется на Земле Стражи Галактики 3 заработали в мировом прокате почти 840 миллионов долларов Но серия должна была на этом завершиться Однако режиссёр Джеймс Ганн обрадовал фанатов, что Звёздный лорд ещё вернётся Поскольку Ганн возглавил DC Studios и занялся Суперменом наследия Потенциальный проект о Питере может перейти в руки других режиссёров Дженнифер Гарнер снова примерит на себя образ супергероини Электры в третьем Дэдпуле Актриса, сыгравшая в картинах «Берл Харбор» и «Из 13 в 30» уже облачала супергеройский наряд в фильме «Сорми голова» 2003 года С её бывшим мужем Беном Аффлеком в главной роли, а также в её сольнике «Электры» 2005 года И вот спустя почти 20 лет актриса возвращается к роли могущественной убийцы со сверхъестественными способностями в Дэдпуле 3 Премьера картины запланирована на май 2024 года В фильме появятся Райан Реннольдс и Хью Джекман Валера Самахи Режиссёром картины выступил Шон Леви, работавший над франшизой «Ночь в музее» и сериалом «Очень странные дела» Леви и Реннольдс также поучаствовали в написании сценария совместно с Полом Верником, Реттом Ризовым и Зебом Уэллсом Актёр и музыкант Джонни Депп записал видеообращение к российским зрителям перед премьерой фильма «Жанна Дюбари» Он сыграл роль короля Людовика XV, а его фаворитке Жанну сыграла режиссёр проекта «Майвен» Депп выразил гордость за участие в фильме и поблагодарил россиян за поддержку Он также сообщил, что намерен продолжать свою карьеру в музыке и недавно согласился приехать в Россию для записи песни с группой «Я море» и экскурсий по Калининградской области Фильм «Жанна Дюбари» вышел на экраны 20 июля Производство «Дэдпула 3» остановили из-за забастовки гильдии актёров Сообщается, что это один из первых, но далеко не последний крупный проект, который остановили именно из-за гильдии актёров Amazon Prime Video объявил, что премьера сериала «Поколение Ви» по пацанам состоится в сентябре Сериал расскажет о лютых разборках в колледже для суперов Ванни Сифейр сообщил о пополнении в актёрском составе киномикса «Супермен на следе» Нэтан Филлион сыграет Гая Гарднера, члена корпуса «Зелёных фонарей» Изабелла Мерсе досталась роль девушки-ястребовоительницы, обладающей невероятной силой Эдди Гатеги сыграет мистера Террифика, героя отличаются своим умом и являются блестящим изобретателем Супермена и журналистку Лоис Лейн сыграют Дэвид Коренсфетт и Рэйчел Бронсфен, соответственно На сегодня у меня все новости Вы смотрели информационную программу «Ваши шоу плюс» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь» Программу подготовили Александра Баранова, Александра Даниленко и Владимир Мухортов Продюсер программы Андрей Бояльский Партнеры программы «Музыкальная школа» «Джемна Герцен 2А» Фотостудия «Фотохап» на Кубоколоса 1 и «Зоотакси Сябр» Лучший сервис перевозки животных Индивидуальный подход, комфортный спецтранспорт, персонал с профильной подготовкой Телефоны А1 плюс 375-44-71-44-111 Лайф плюс 375-25-71-44-111